Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня я хочу поговорить об Азате Мефтахове, студенте математики МГУ, который обвиняется в том, что он якобы разбил окно в офис Единой России в ночь с 30 на 31 января 2018 года и якобы забросил туда дымовую шашку. Я сейчас не буду говорить о том, сколько бы людей в России желало бы сделать то же самое, но я хочу поговорить о том, как следствие добивается признательных показаний в СИЗО. Напомню вам, что Азат Мефтахов находится уже почти два года в СИЗО. Его арестовали утром 1 февраля 2018 года. Только вечером 2 февраля адвокату Азата Мефтахова сказали, где находится его клиент. Азата Мефтахова пытали шуруповертом, его били. Я даже не могу представить, как можно пытать человека шуруповертом. Дырки, что ли, в нем делали. Ну, просто вот не могу себе представить, это уже, друзья, не 37-й год. Это не времена сталинских репрессий, это уже времена опричнены Ивана Грозного. Я не знаю, осталось только повесить человека на дыбу и пытать его. Или там, не знаю, заняться тем, чем занималась инквизиция в Испании, когда людей сжигали на кострах. Вот осталось только это еще сделать. И тогда в стране наступит полный порядок и спокойствие. Но это так к делу не относится, конечно. Так, к слову сказал. Один из подозреваемых, Данил Галкин, указал на Азата Мефтахова после того, как его пытали и били током. Об этом он рассказал следствию и суду впоследствии. Кроме того, на Азата Мефтахова показал один из свидетелей. Но этот свидетель якобы сейчас умер. А до этого момента, пока он не умер, это был, так скажем, засекреченный свидетель. То есть, друзья, что мы имеем на выходе? Человека обвиняют в том, что он якобы разбил окно и забросил туда дымовую шашку. Напомню, что по этой статье Азату Мефтахова грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент он уже находится 2 года в СИЗО. И причастность его к этому делу основывается только на признательных показаниях, которые у него выбивали под пытками, которые выбивали под пытками еще другого свидетеля и признаниями засекреченного свидетеля, который сейчас уже умер. Резюмируя все это, я прихожу к выводу, что следствию доверять вообще не стоит. Вы знаете, если бы в России была хоть крупица правды, надо было бы посадить на детектор лжи Азата Мефтахова, Даниила Галкина, свидетелей, которые, так скажем, указали на этих людей и следствие, которое ведет это дело и задавать вопросы, кто пытал, кто бил и все встанет на свои места. Но вы понимаете, друзья, что такое в России, в путинской России просто невозможно. Друзья, более подробно об этом деле вы можете узнать в статье Медузы. Я выложу ссылочку на эту статью в описании ролика и в комментариях, и кроме того, выкладываю петицию о немедленном освобождении Азата Мефтахова. Я уверен, что этот человек ни в чем не виновен. До свидания, друзья. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.